У меня заварка цейлонская, чудо-перестроечных времён. Сейчас упроводить с кипяточку попрошу. Так вы извините, мне и чаю не хочется. Как же так? По суху и разговор не потечёт? И славно, если не потечёт. Отмой и шёлок по дороге и столе, Среди телеграфных столбов. Где солнце было, коснее помады, Воздух прозрачный слон. И я валялся на верхней полке В пространстве между ярью и столом. А где-то рядом с брошенной стройкой Мой дом отдали послом. Извините меня, дорогой сосед, но я устал на совещании в Питере, а завтра на работу рано, и хотелось бы выспаться. Так что в этом смысле вам 13-е место собеседника не подарил. Ничего-ничего-ничего, с умным человеком в пути помолчать подарок. Я? Вы газетками не интересуйтесь? Я в киоске на полтысячи набрал. Мне не жалко длину. А всяко дешевле снотворное сейчас 700 рублей, Ты ещё за рецепт плати. Я тут полистал, глаза слепились. Советую. Знаете, у меня обратная реакция от газет. Трясёт меня и тошнит. Ельцин русской, съест не съест нас, ты чертил. Точно, точно, согласен. У самого политика из ушей. Но я такие газетки читаю, которые для отдыха. Например, скандалы. Или не может быть. А тут всякие факты интересные. Про летающие тарелки. Про оборотни. Про ведьм. Совсем чушь какая-то. Ну, освободили голову людей от идеологии, Чтоб заполнить её средневековым вредом. Но тут не всё, враки. Отнюдь. По-другому и не скажешь. Отнюдь. Вот, скажем, много пишут про реинкарнацию. Это что ещё за зверь? Да что вы? Неужели вы не слышали? Реинкарнация. Переселение душ. Вон у нас переселение народов было до сих пор раскрыло. Ну, а теперь ещё и души додумались переселять. Не теперь, не теперь, не теперь. Это известно ещё с давних времён. С Платона. Душа после смерти чаще всего перевоплощается. Жучка, птичку. А иногда из одного человеческого тела другое. Про это много писали. Даже в правде. Девочка одна, девочка знаменитая, индийка, из Индии в общем, Вспомнила свою прошлую жизнь. В другом городе, в другой стране. Заговорила на непонятном языке, прислушались. Оказалось, по-швейцарски. А никто её не учил. И это вот явление называется синогласия. Так, во-первых, не по-швейцарски, а по-шведски. Во-вторых, друг мой, если вы претендуете на научность, говорите индианка. И не синогласия, а ксеногласия. От греческого ксенос. Чужой. Вот она, типичная наша русская манера. Мы выговорить правильно не можем, а про всё берёмся рассуждать. А, так и социализм свой строй, и с двумя мягкими знаками, но без всякого понятия. Про социализм не знаю, а про реинкарнацию отнюдь. Тут вы меня зря обижаете, потому что этим вопросом очень серьёзно интересуюсь. Потому что примеров очень много, и не только в Индии, в России тоже полно перезеленцев. У нас в городе такой клуб открылся, называется Каар. Это буддийский монет. Там разные люди собираются рассказывать то, что помнят про себя. Кто кем был в прошлом. А вы кем были в прошлом? Да и не во мне речь. А теперь всё-таки вы в прошлом конкретно кто? Да я так, маленький человек, в прошлом маленький, сейчас небольшой. Ну, я не про рост, понимаете? А вот девочка одна. А тоже Инди... Нет. Вернее, девушка. 15 лет. Мария Зу. Зуйкова. Не слышали? Про неё даже по телевизору показывали. Я её очень хорошо знаю. Можно сказать, родня. Но дело не в этом. не в подробностях. Тут научно доказано. В общем, она... Мария Зуйкова. Она... Ленин была. Так, всё, кончаем разговор. Не верите? Я же сам. Всё я сказал мне, вы спаться надо. И правильно, что не верите. Я же вам не всё сказал. Ведь она Мария... Она не просто девочка. Отнюдь! Она дочь моя, родное существо. И она же Владимир Ильич Ленин. Вы можете мне такой нюанс представить? Я сейчас проводницу позвал. Ну, честное слово, ну, нельзя же так над людьми издеваться. Если вы больной, ну, вы лечитесь. Если вы нафилищ, ну, проспитесь. Если вам кажется, что дочь у вас Владимир Ильич, я поздравляю вас. Помочь я вам с этим ничем не могу. Можете? Очень даже можете. Сергей Петрович. Так, включите свет. Я сам. Вы кто? Вы шпион? Вредитель или действительно чёрт? Да нет же, Сергей Петрович. Шпион они не такие, не с моей рожей. Отнюдь. И нечистой силой здесь ни при чём. Я перекрещусь, если хотите. Хотя я не верующий. Ну, то есть, в религиозном понимании я и есть верующий, но со своими изгибами. И в научном понимании отнюдь не отрицай неопознанные явления. А вот откуда известно моё имя? По телевизору видел. Профессор Бурановский, верно? Бурановский. Биолог, верно? Биохимик. Ну вот я ж запомнил. Вы там ещё про египетские бальзамы рассказывали, как они фарлонов консервировали. Я и прошу руки ваши в библиотеке брал. Сложно, кричите.